это все что нужно чтоб летать можно летать без приборов конечно можно то есть вот мы берем открываем форточку и лапу и принципе по вот по ощущению от набегающего потока можно примерно понимать с какой скоростью планер летит но естественно вы не будете понимать какой скорость он набирает высоту сейчас видите серёга оседлал волну набирается страшной силы сейчас если он хорошенько в топе час добавит то мы можем и солнце догнать да ну видите зашло у нас а если мы пойдем побыстрее то глядишь и догоним солнце и стоит когда на парапланах летал браконьерствовал показывал значит девушкам красивый закат ноги в этом случае набираешь какую-то высоту еще солнце на ней есть потом пикируешь у это на плане не так на на параплане по-другому там солнце на земле зашло ты говоришь ну солнце еще кто хочет увидеть путин я хочу и до веревочку и пока планета параплан поднимается на 600 на 500 600 метров солнце берет и еще раз восходит а на плане и можно что сделать тоже солнце зашло точнее но она еще не зашло планер сильно разгоняешь он пикирует греет вниз за это время солнце заходит то есть ниже включается сколько и потом с этой высоты чпок вверх свечечку и мы опять видим солнце разность высот позволяет видеть солнце очень весело и забавное явление так на этой оптимистичной ноте пожалуй по конструкции все до серега да там всякую вентиляцию сняться этому на земле еще мы рассказываем вот сейчас посмотрите друзья такая все таки красота какая у нас красота идет и луна ты сменишь гаусс потом чтобы луну поснимать да ну кстати темнеет достаточно активно поэтому нам надо серёг давай выходим из этой луны черту с ней уходим смотри тут уже совсем огоньки зажгли друзья мои видите там загорелись огоньки уже всякие луна конечно это очень красиво давай еще ладно один гаусс я в принципе по свету по свету приземлюсь нормально пока сколько у нас 2400 до сбросил высоту то быстро вот друзья вот так вот можно летать при луне посмотрите как как это здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта как раз можно отдельным роликом будет дать посмотреть как можно красиво летать при луне вот у нас впереди луна и при ее свете мы летаем я думаю что и приземляться мы можем при уцвете лунный серёг как ты думаешь да конечно можем можем да вот на сзади закат вот я сейчас на фоне заката вам помашу ручкой как красиво все выглядит вот и смотрите магия мы просто волните либо серёжа нашел волну сейчас я его покажу вам лучше это все с такой вот она волна рядом с аэродромом аспермонт пока я там видео про конструкцию планера рассказывал серёжа будь уже волну и нашел ее есть какие-то волшебный закат совершенно потрясающий закат солнце уже села ну вот мы еще нет вот эти мои морды на фоне луны как я прекрасен в закатном сон в закатном этом отблеске на фоне луны сейчас я при хороших передаем мы сергеем вам огромный огромный привет да серёж да привет всем привет всем и сейчас мы будем выполнять такую совсем вечернюю посадку серёг пожалуй это у меня очко уже под это поджимает я честно говоря уже землю то вижу но чувствуется что пора это тот самый миг когда нужно выпустить воздушные тормоза серёга скорость 140 закрыла 4 полностью выпущены тормоза и и 140 держи я шасси вывалю 6 дополнительное сопротивление будет все валим на вот ребята сейчас вы изучали конструкции воздушные тормоза вот она голубая ручка закатном солнце очевидное полностью выпущенные воздушные тормоза я проверяю что выпущена 6 вот она выпущена все у нас посадочная конфигурация и мы валим вниз потому что очень быстро темнеет да темнеет очень быстро мне чем представить такая веселенькая посадочка скажу и вам серёга и будут не будет снимать да наверно серёг вы чуть-чуть на пять минуточек переиграли давай левым левым диражом на сторону луну хоть уже луну поснимаем пропадать так с музыкой убирай крен вот таким курсом да друзья мои ну вот посмотрите в закатном солнце склон арамбра и горит луна представляете да что если она так светит ярко то насколько у нас все сложно с временем арамбр вот гора арамбр за ней город серп которым вовсю горят огни давайте серёж правый вираж огни горят и горит закат на камере закат выглядит сейчас на камеру смотрю он выглядит весьма прилично а вот аэродром наш выглядит совсем неприлично сейчас камера выспился высветляет а планер кто-то сел на вынужденную а в каком месте прикатился октус его около дома не вижу это самолет клаус прилетел я вижу 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 этот это план планер дает клаус приземлился это он едет он он приземлился на север а едет север рация включена рация включена и чай хорошо друзья мои вот вид на город сер я передаю пожалуй вот смотрите внизу приземлившийся клаус видите хоть сезон еще не закончился судя по всему клаус руливает кангару и освобождает полосу теперь мы сможем приземлиться так что даже хорошо что мы приземлились так запозднились я взял ручку тормоза ты держишь а камеру ну на поснимай потом луну всякую там так далее держу снимает ну и заодно заходит друзья мои я сейчас сконцентрирована заходе на посадку буду погромче кричать чтобы лучше было слышно клаус освободил полосу мы сейчас делаем правый вираж и вы увидите его планер подходящий к ангару подруливающий сейчас как раз с ними договоримся о хранении нашего планера может быть мы и наш планер сейчас в ангар закатим а не будем оставлять его снаружи так я почти уже следующий уже заход следующий круг уже будет заход на посадку все полоса чистая видимость вот когда ниже опустился сейчас намного комфортней вид на полосу мне казалось что темнее так что я думаю что никакого подвига нам не предстоит но в то же время все таки нужно быть сконцентрированным и доложиться церва поделите виктор да у меня нету лорд поехали идем по ветру наблюдаю на драм принципе видимость достаточная но конечно следующий раз надо немножечко пораньше он вообще не видно серёга может на склончик наведет поэтому конечно я иду не как обычно лихо-прилихо задумчивостью некоторой и держу скорость побольше сейчас у меня 150 километров час 150 150 150 150 доворачиваю на полосу полностью выпущены воздушные тормоза скорость хорошая убираю крен уменьшаю тормоза прохожу деревья полностью выпускают и ни кера земли не видно поэтому так 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 на высокой скорости лечу будут далеко катиться то что земли не вижу просто и суме шуме 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 Ну вот тот случай, когда расстояние до земли очень сложно оценивается, поэтому я где-то выбрал высоту порядка, наверное, с метр, и на этой высоте висел долго, пока скорость не уменьшилась, и на уменьшей скорости удалось все-таки увидеть вот эти травинки, былинки, которые несутся, и почувствовать вот это расстояние до земли, потому что самое неприятное, это на скорости просто воткнуть планер, поэтому я выровнялся высоко, и по мере того, как проявлялась структура поверхности, я приближался ниже и ниже, так делать не надо, на самом деле мы сегодня, вот лишние 4-5 минут, это вот, как это, как не надо летать, вот как мы сегодня, вот как мы сейчас приземлились, это фубе, да, Серега, тебе стыдно? Да нет, мне стыдно, так что не учитесь плохому, ой, и не стыдитесь, не приземляйтесь в темноте, но техника вот как сейчас, как я вам показал, то есть, видели, я все комментировал, то есть, когда не увидел расстояние точно до земли, я просто пораньше выровнялся и летел, 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 ждал по мере, ну почему нужно было выравниваться на более высокой скорости, потому что у нас все-таки, извините, ветер там сейчас был 40-50 км в час, поэтому вот это выравнивание, на 140 я зашел, до 120 сбросил на выравнивание, потом на 120 уже дальше, висел, 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 чуть-чуть, опять же, дай камеру я покажу, я взял, вот смотрите, здесь какой эффект получается небольшой, там темнее, там вот в углу, вот этот склон горы, он немножечко создает такой вот, затемнение, вот когда мы выскочили вот сюда, здесь стало полегче, стало лучше видно расстояние до земли, ну и плюс скорость чуть-чуть упала, плюс глаза пристрелялись, потому что вот этот вот переход, вот, и в итоге мягенькая посадочка, ну вот такая вот она уже вот, но могли мы сейчас разломать планер, ну как, вряд ли, то есть, я же не выровнял он на 5 метрах, то есть, вот это расстояние, просто не чувствуется, вот это вот удаление от земли, полметра, когда вот ты на полметре висишь, 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 вывешиваешь планер, он так потом так чук и покатился, вот этого расстояния, вот самого вот этого точного не видно, а расстояние в 2 метра там до земли видно, ну поэтому повыше и потихонечку. Гей-гей-гей-гей, до новых встреч, ревар. Ой! Давай-ка погоди.